Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной разговор о медицине. Сегодняшняя наша программа называется «Безвредных профессий не бывает». И сегодня на студии замечательный руководитель Фалина Елена Юрьевна. Это главный врач Ульяновского областного клинического медицинского центра оказания помощи лицам, пострадавшим от радиации и патологии, имени героя Российской Федерации Максимчука Владимира Михайловича. Здравствуйте, Елена Юрьевна! Добрый день! Очень рад вас приветствовать, Елена Юрьевна. Сегодняшняя тема, как я обозначил, уже безвредные профессии. Их, наверное, не существует. В любой профессии можно столкнуться с какими-то факторами риска, которые в дальнейшем могут привести к каким-то патологиям, к каким-то заболеваниям. Первый мой вопрос все-таки будет такой. Давайте так. Чем занимается ваш центр профпатологии? И какие виды деятельности вообще? Какие направления у него? Наш центр с 1995 года является клиническим центром, который, собственно говоря, определяет профпатологическую службу нашего региона. Центр в своей основной работе – это все, что связано с профессиональными рисками, с профессиональными заболеваниями, с работами во вредных условиях производства. И с учетом того, что наш регион промышленный, у нас хорошо развитая индустрия, конечно, очень много встает вопросов, которые требуют решения. Если говорить о направлениях центра, на сегодняшний день очень важно уделить большое внимание профилактике, выявлению факторов риска, воздействия на организм работающих. А самое главное – найти те методы, которые бы позволили снизить, меминизировать эти факторы, ну и по возможности действия этих факторов сделать не столь значительным для ухудшения состояния здоровья наших работающих. И поскольку центр профпатологии единственный у нас в регионе, то все вопросы экспертизы, профессиональные заболеваемости, связи заболевания с профессией возлагаются на наш центр. И мы в этом направлении очень скрупулезно работаем. Совместно с федеральным центром сейчас открыт, при Минздраве Российской Федерации, федеральный центр профессиональной патологии. Мы сотрудничаем, направляем туда сложные случаи, случаи, в которых требуется именно, может быть, дообследование на каком-то таком федеральном высоком уровне. Это нам тоже очень помогает. Ну тогда вот что из себя представляет? Вот я так понял, что ваш центр – это вот такое связующее звено всей профпатологической службы, да? То есть как бы мозговой такой центр, да? Вот что из себя вообще представляет профпатологическая служба нашего региона? Вот о ней давайте расскажем немножко. Да, в основном все профпатологи, доктора, которые есть в регионе – это наш центр. Конечно же, это врачи с огромным стажем работы, врачи-эксперты, врачи, имеющие опыт наблюдения за профессиональными больными. Но вместе с тем по всей территории нашего региона есть врачи-профпатологи, то есть врачи, которые, получив свое основное образование, прошли переподготовку первичную по профпатологии. К сожалению, не могу сказать, что в районах нашего региона везде присутствуют прям вот врачи-профпатологи, как вот такое физическое лицо. Но даже при условии, что это совместители, очень во многих случаях это заведующие, это врачи, которые возглавляют клинико-экспертную работу в муниципалитетах. Это тоже создает вот ту самую структуру службы, которая срабатывает. У нас вот 34 таких кабинета, которые работают в муниципалитетах и в крупных городских поликлиниках, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. А вы все это курируете, да, получается? Получается, что центр как специализированный центр, центр оказания специализированной помощи, это организационно-методическая работа, это статистическая работа, это аналитическая работа. И мы прогнозируем, в каком ключе развиваются случаи профессиональной патологии. Ну и, соответственно, всю вот эту работу мы проводим на базе нашего центра. Огромный функционал, конечно. Елена Юрьевна, а вот вы уже заикнулись о том, что вот профпатологи, да, есть такая специализация профпатологов. Но вы честно сказали, что есть в какой-то степени кадровый дефицит, да, все-таки этой специализации. И вот что именно вот вами и вашим центрам делать для того, чтобы вот этот вопрос как-то решить? Ну, в отношении нашего центра, нужно точно сказать, благодаря тому, что у нас кафедра нашего университета, это очень нам помогает. И вот за последнее время к нам пришли терапевты, выпускники, молодые специалисты, которые прошли первичную специализацию по профпатологии. За 2020-2021 год вот у нас таких четыре новых молодых профпатолога для нашей службы – это большой плюс. И надо отдать должное, что врачи, которые у нас работают в центре, они все имеют специализацию по профпатологии. Это неотъемлемая часть, потому что те особенности профпатологических заболеваний, которые точно есть, их нужно находить, узнавать. Это и исследования, это и клиническое мышление. Все это требует специальной подготовки. Елена Юрьевна, ну вот профзаболевания сами по себе, да, вот все-таки есть какие-то вот производства или какие-то предприятия, которые, ну так называются, так называемые, то есть их можно отнести к так называемой группе риска, да, вот по возникновению профзаболеваний. И, значит, вот и сколько нужно проработать вот в каком-то там вредном производстве, да, чтобы действительно как-то вот заработать, как говорится, да, вот именно профзаболевания. Как вы считаете? Еще раз сделаем акцент, что профессиональные заболевания – это те заболевания, которые врач-профпатолог устанавливает у работника, который работает во вредных условиях производства и находятся в части своей профессиональной деятельности под воздействием вредных факторов и опасных факторов производственной среды. Таких факторов достаточно много, но если говорить о наиболее значимом, например, для нашего региона, это физические факторы. Несмотря на модернизацию, на совершенствование технологических процессов, шум присутствует, вибрации присутствуют, и это при длительном воздействии. И в том случае, если эти уровни шума или вибрации значительно превышают гигиенически установленные нормы, то, конечно, это для здоровья бесследно не проходит. Поэтому чем больше интенсивность этих вредных факторов, тем больше время контакта, то есть трудовой стаж работающего, плюс, конечно, индивидуальные особенности, плюс насколько на предприятии организованы меры охраны труда, применение средств индивидуальной защиты, меры по снижению рисков и воздействия вот этих факторов, конечно, это все в целом складывает картину на когда, на каком этапе может развиваться первые признаки профессиональных заболеваний. Но опыт статистический и в Российской Федерации, мировой, и вот по нашим наблюдениям, уже достаточно большой стаж работы нашего центра, мы видим о том, что через 5 лет риски уже возникают. Поэтому законодательно установлено через 5 лет осмотр, периодический медицинский осмотр, проводить именно на базе специализированных центров профпатологии, чтобы найти эти признаки как можно раньше. Но в среднем статистика такова, что через 15-20 лет риски возрастают, и, как правило, мы сталкиваемся уже с клиническими проявлениями профессиональных заболеваний. Проводим исследования, проводим экспертизу, и действительно подтверждается факт профессионального заболевания. В меньшей степени на втором месте, как правило, это все, что связано с пылью, с химическими факторами. Это заболевания легких, хронические абструктивные бронхиты, бронхиальные астмы развиваются. И нужно сказать, что здесь статистика такова, что такие производства у нас в регионе достаточно широко представлены. Если по первому фактору, это, конечно, летный состав, в первую очередь, имеют профессиональные заболевания. Это предприятия, где работают слесари, клепальщики. То есть здесь рихтовщики, все, что связано с малярными работами, там, где высокие концентрации пыли, все это дает нам риски профессиональной патологии. На третьем месте это факторы, которые вызывают перенапряжение, перегрузки на рабочем месте. И здесь, конечно, страдает опорно-двигательная система. Позвоночник, в первую очередь, как правило, подвержен воздействию с развитием радикулопатии и других патологий. Но два последних года показали о том, что коронавирусная инфекция отразилась на структуре наших профессиональных заболеваний. И вот у нас по региону, по итогам 2021 года, биологический фактор, а именно коронавирусная инфекция, у медицинских работников, которые заболели при оказании медицинской помощи, находясь на своем рабочем месте, при однократных и даже, может быть, таких мимолетных контактах, на разных этапах агрессии этого вируса была очень высокой, получили острые профессиональные заболевания. И они в прошлом году стали лидирующими вообще в структуре всей патологии. У нас в регионе, по сравнению, например, с общероссийским показателем, или, может, с другими регионами, можете об этом что-то сказать? Мы анализируем уровень профессиональной заболеваемости на протяжении всего периода, с 1995 года. Надо точно сказать, что тенденция снижения прослеживается у нас в регионе и в Российской Федерации. Есть объективные факторы, которые этому способствуют. Например, взять ту же самую авиацию. Но другие, конечно же, уже машины, другое воздействие шума, средства индивидуальной защиты тоже определенную роль играют, модернизация производства и так далее. Но если даже, вот мы будем говорить, 5 лет назад, в 2017 году, уровень заболеваемости в России и у нас в регионе, примерно соответствующие были цифры, это 3 случая профессиональных заболеваний на 10 тысяч работающих. По итогам 2021 года у нас в регионе этот показатель снизился, составил 1,2 случая на 10 тысяч работающих, а в России 1,1. То есть, ну, фактически один работник из 10 тысяч имеет профессиональные заболевания. По Приволжскому федеральному округу, Татарстан и Самара нас опережают. Это, конечно, обусловлено степенью развития промышленного производства. Сельхозпроизводительство тоже дает уровень профессиональных заболеваний, но в меньшей степени. Хотя вот водители тяжелой техники, сельхозтехники, тракторов, вот этих тяжелых профессий, скажем так, они имеют профессиональные заболевания. Но в основном это все-таки работники предприятий, и это город. А вот в центр, в ваш центр попасть на госпитализацию, например, ну, вообще, какова муштизация? Вот человек, например, там уже имеет профзаболевание, да? Вот как происходит вот стационарное лечение? Об этом давайте тоже расскажем. Да, эта система выстроена. Более того, она регламентирована законодательством Российской Федерации федерального уровня, федеральные законы и об охране здоровья граждан, и о Санэпид благополучии, 52-й федеральный закон. Есть федеральный закон, который регламентирует проведение специальной оценки условий труда. Это ответственность работодателя, он обязан это делать. Есть постановления правительства, которые обязательны для исполнения по порядку расследования профессиональных заболеваний, учету профессиональных заболеваний. Есть перечень заболеваний, которые относятся к профессиональным. Есть перечень профессий, вредных факторов. То есть государство очень уделяет важное значение, имея огромное понимание того, что охрана здоровья работающих это очень важный аспект социальной, экономической, составляющей вообще в целом страны. Поэтому маршрутизация, она конкретно просто прописана на законодательном уровне, и мы ее соблюдаем. При выявлении ранних признаков, они могут быть выявлены при проведении медицинских осмотров в первую очередь. И мы стремимся к этому, да. Периодические медицинские осмотры проводят не только государственная система учреждения. 46 медицинских организаций у нас в субъекте имеют лицензию на проведение медицинских осмотров. И число подлежащих и проходящих медицинские осмотры ежегодно это около 100 тысяч человек. Поэтому при выявлении признаков та медицинская организация, которая выявила подозрение на профессиональные заболевания, в обязательном порядке извещает об этом Роспотребнадзор. По данному рабочему месту составляется санитарно-геническая характеристика, то есть полностью, да, полностью. Работодатель полностью дает информацию о трудовом стаже сотрудника. И профпатологи первичного территориального прикрепления звена непосредственно уже направляют, вот с перечнем этих документов, работникам к нам в Центр профпатологии. Если мы сами выявляем среди стажированных, а это очень часто случается, чаще, чем при осмотре работающих не во вредных и не имеющих большого стажа работы, это закономерно, то вот этот пакет документов представляется к нам, и уже врачебная комиссия рассматривает, проводит экспертизу, все исследования лабораторные исследуются, скажем так, подвергаются экспертизе, и устанавливается диагноз профессионального заболевания. Это то, что касается именно экспертизы. Но у нас уже группа больных с профессиональными заболеваниями сложилась с 1995 года, это порядка 3000 человек. И здесь многие из этой группы, они нуждаются в стационарном лечении, некоторые в консультативном обследовании на базе нашей поликлиники. И вот в целом порядка 12 тысяч человек проходит через наш центр, как специализированный центр, именно в части диспансерного наблюдения группы профессиональных больных с профессиональными заболеваниями. У нас хорошие условия, они позволяют нам дообследовать, динамику наблюдения посмотреть. В обязательном порядке, если это требуется стационарное лечение, предлагается стационарное лечение. У нас два стационарных отделения на 70 коек с круглосуточным пребыванием. У нас есть диагностическая служба, лабораторная служба, функциональная диагностика, рентген, маммография. У вас действительно и уютно, и комфортно. Я сам тоже был там по роду своей деятельности, поэтому могу подтвердить, что с вами сделано очень многое. Мы стараемся создать комфортные условия. Проведены ремонтные работы, одноместные, двухместные, трехместные палаты. Это тоже немаловажно для наших пациентов, потому что у многих из них есть группа инвалидности. Это в какой-то степени накладывает определенные социальные аспекты. И если говорить о дневном стационаре, то он тоже имеет очень важное значение для наших пациентов, городские пациенты. Во многих случаях именно дневной стационар предпочитают, потому что это в какой-то в большей степени их не отрывая от обычной жизни повседневной, но дает им возможность пройти плановое профилактическое лечение в отношении своего заболевания. К сожалению, мы видим, конечно, с течением времени, но сейчас таких случаев, как 100 лет назад, тяжелых профессиональных заболеваний, конечно, мы уже не встречаем, когда там вопрос уже с инвалидностью второй группы, например, или первой группы. Но третья группа инвалидности, это достаточно часто, то есть стойкая утрата трудоспособности у больных с профессиональными заболеваниями, она просто сопутствует этим заболеваниям. Это есть на самом деле. Но это профзаболевание все-таки от других заболеваний отличается даже от хронических инфекционных заболеваний. Ведь профзаболевание, оно же может длительно протекать вообще бессимптомно даже. То есть я хочу, чтобы просто мы как-то, наши телезрители услышали, что все-таки при каких-то минимальных жалобах, при ощущении какого-то дискомфорта или каких-то отклонений со стороны своего здоровья все-таки нужно обращаться к медикам. Я скажу, наверное, очень правильную вещь, хотя она не всегда воспринимается нами серьезно. Вот в отношении профессиональных заболеваний профилактика, предупреждение рисков, оно имеет даже не то, что большое значение, я бы сказала больше, оно является решающим. Почему на заказательном уровне работодателя обязали организовывать проведение предварительных медицинских осмотров, то есть, чтобы понять, может ли человек, вот имея такой статус, состояние здоровья, работать в тех или иных вредных условиях. Первоначально, то есть сразу. Первоначально, да. Не является для неволи эта профессия как раз-таки пусковым механизмом, триггером, который точно приведет к профессиональному заболеванию. Вот у нас, например, по итогам прошлого года 726 человек признаны непригодными по результатам предварительных медосмотров. То есть это профилактика, которая сработала. Человека предупредили мы, да, на этапе медицинского осмотра, не доведя его до этой профессии, потому что она ему противопоказана, он не годен в этой профессии. Это, безусловно, сохраняет человеку определенные возможности для того, чтобы свое здоровье не подвергать такому риску. Ну, тогда там физические перегрузки, работ на высоте, пыль. Да, пыль, химические вещества. То есть это все имеет очень критичное значение. И вот второй момент – это периодические медицинские осмотры, специальная оценка условий труда. То есть если работодатель направил, и у работника выявлены заболевания, хронические, неинфекционные заболевания, в совокупности или в комплексе с вредными факторами производства, они могут отразиться на состоянии здоровья работника еще в большей степени критично. Хуже станет работнику на фоне этого хронического заболевания. И вот сейчас в медицинских осмотрах введено обязательным условием не только выявления хронических заболеваний, не только выявления имеющихся и впервые подозрений на хронические неинфекционные заболевания, но и в обязательном порядке выявления факторов риска. Вот мы за прошлый год проанализировали данные, и если у нас по стажированным на 80% имеют хронические неинфекционные заболевания, то если совместить их с имеющимися факторами риска, курение, возможно, гиподинамия, возможно, неправильное питание, возможно, редко очень признаются наши пациенты о том, что они привержены к злоупотреблению алкоголя, но такие факты тоже по анкетированию выявляются. стрессовые воздействия постоянно на рабочем месте. Вот эти все факторы риска составили уже 86%. Ну и если говорить о впервые выявленных заболеваниях, 3% – это выявлена патология, но, к сожалению, большая часть из этого процента – это подозрения на онкологические заболевания. При диагностических исследованиях, при рентгенологических исследованиях, при осмотрах много очень проблем с подозрением на онкологию рака кожи. То есть здесь срабатывает вот эта система рисков. И только 4% – это нет хронических заболеваний и не выявлено факторов риска. Ну и где-то 7% – это те прошедшие медицинский осмотр, работающие во вредных условиях производства, которые не имеют хронических заболеваний, которые еще не выявлены, но у них уже есть факторы риска. То есть по большому счету 4% – это вот та составляющая работников, которые вообще еще, ну совершенно можно сказать, не выявлены у них никакие проблемы, на которые нужно обратить внимание. Почему это важно? Это важно для работодателя, для того, чтобы вот эту стратегию управления здоровьем на предприятии организовывать. Потому что это же очень важно. Человек большую часть жизни проводит на работе. И от того, насколько на рабочем месте будет организована вот эта среда здоровьесберегающая, ну в первую очередь, например, информированность работников о тех же факторах риска, о их последствиях. Школа здоровья, возможности на самом предприятии создать условия для того, чтобы реализовать физическую активность, правильное здоровое питание, избежать стрессовых нагрузок или принять меры для того, чтобы уменьшить воздействие этого стресса. То есть комнаты или какие-то функционалы для психологической разгрузки и так далее. Наличие психолога, в конце концов, там, где это необходимо. А также, насколько правильно организована охрана труда. Вот о чем мы сегодня говорим с вами. Это средства индивидуальной защиты, это до минимума сведения воздействия вот этих вредных факторов различными технологиями, которые могут быть применены. Наконец, просто защита временем, то есть сокращение смены работы, перерывы технические. Все это вот в целом как раз-таки и направлено на то, о чем вы совершенно правильно сказали. Заподозрить, выявить и уже принимать меры для того, чтобы эти факторы, эти ранние признаки не остались без внимания. Мы вот по результатам наших медицинских осмотров, если выявляются причины для плановой госпитализации и планового лечения в условиях дневного стационара, предлагаем стажированным работникам на базе нашего центра пройти это лечение в удобное время, с согласованием работодателей, пишем об этом в акте заключительном для работодателя. И работодатель понимает о том, что да, вот этот сотрудник, он нуждается, а сотрудник понимает, что да, я ответственно отнесусь к своему здоровью, я пройду это плановое профилактическое лечение для того, чтобы уменьшить риск развития того или иного заболевания. Вот как в идеале должна бы работать система. Она далека от идеалов, но тем не менее, есть все предпосылки и механизмы для того, чтобы так это вот все выстраивать. Елена Юрьевна, ну я знаю, что это вот очень важный для вас раздел работы, да, тоже, это, наверное, тема отдельной прям программы, да, такой большой, но все-таки вот корпоративные программы на производстве, вы уже вкратце так чуть-чуть сказали, да, ну в нескольких словах хотя бы скажите, потому что я знаю, что вы этому уделяете очень большое значение, и они на самом деле работают вот под вашим началом. Расскажите, пожалуйста, об этом. Да, мы пришли к этому вот в 16-м, на рубеже 16-го, 17-го годов. Мы, когда возникла тема вообще на федеральном уровне в службе профпатологической помощи населению Российской Федерации, рискориентированный подход, мы задумались о том, что должна быть какая-то программа, которая бы объединяла периодические медицинские осмотры, профилактику профессиональных и профессионально обусловленных заболеваний и профилактику заболеваний хронических, неинфекционных и в целом здорового образа жизни. То есть такой прям общий подход такой. Применение, внедрение, да, и формирование вот какой-то приверженности у работающих к здоровому образу жизни для того, чтобы понимать, что в реальной жизни ведь нельзя отделить воздействие одного фактора. Все это действует на человека в комплексе. Конечно. И поэтому возникла эта программа «Здоровое предприятие». А потом, когда на федеральном уровне были разработаны программы корпоративные, модельные корпоративные программы укрепления здоровья, мы с пониманием уже опыта 2016-2017-2018 года включили в нашу региональную модельную корпоративную программу именно блок, касающийся профилактики профилактики профессиональных и профессионально обусловленных заболеваний, как раздел «Здоровое предприятие». То есть целое направление такое прям? Отдельное направление, которое вот у нас было в нашем первоначальном проекте 2016 года, которое мы так и называли «Здоровое предприятие». Ну и нужно сказать, что на федеральном уровне сейчас продвинулась эта тема в части содействия для работодателя, для управления персоналом, для управления здоровьем работающих. Создана целая платформа, она называется «Атрия». На нашем сайте Центра профпатологии есть ссылка на эту платформу, где работодатель может заявить о себе, дать характеристику вредных факторов производства, категории работников. То есть там есть небольшая анкета, которая определяет параметры производства или предприятия. Любого крупного, не очень крупного, даже совсем маленького. И Центральный институт профилактической медицины на площадке вот этой программы дает понимание работодателю, на что обратить внимание, как выстроить работу под этой стратегией управления здоровьем работающих конкретно на этом предприятии. Потому что когда мы разрабатываем корпоративные программы, мы сталкиваемся с достаточно большими сложностями. Ресурсы, понимание. Как-то это кажется, что это очень сложно. А вот эта площадка, она позволяет работодателю все это настолько реализовать на практике, вот прям вот конкретно на конкретном предприятии. И очень это помогает. Поэтому, конечно, эта тема, она точно имеет право на продолжение, и она будет продвигаться. Вот эпидемия коронавирусной инфекции в какой-то степени вынудила, другого слова тут не подберешь, и внесла такие ограничения по коммуникациям, по возможности проведения различных профилактических мероприятий. Но мы точно понимаем, что когда-то все плохое приходит к завершению. И поэтому вот сейчас мы уже в условиях относительно такой стабилизации эпидемиологической ситуации думаем, что руководителям предприятий, организаций нужно вернуться. И уже такое назрелое желание у некоторых, вот, например, Барышский район не так давно обращались за мезодической помощью, потому что у них некоторые изменения произошли в структуре вообще промышленных предприятий. И очень хорошая инициатива выходить на мелкие, на индивидуальных предпринимательств, на социальную сферу. У нас, кстати, 27 медицинских организаций тоже такие программы имеют у себя, и это помогает. Спасибо большое, Елена Юрьевна. Ну, я думаю, что так оно и будет, да, как вы сказали, что будем надеяться и на работу в этом направлении. Спасибо вам большое. Ну что ж, вот такой интересный разговор у нас сегодня получился. Я всем желаю здоровья, удачи, успехов. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова